друзья новогодние праздники уже на носу но мы хотим вам подарить в этом году еще один повод отличного настроения для отличного настроения потому что с нами на связи главный украинец в москве рома цимбалюк рома приветствуем тебя привет всех со вторниками конечно же с наступающим новым годом скажи пожалуйста как ты готовишься к праздникам что в белокаменной происходит какое настроение в москве слушаю новый год праздник семейный я вот сейчас как раз размышляю над новогодним меню а политика российская нам стабильно как двери как владимир путин в кремле сейчас у них главная тема это вакцинация и они соревнуются со всем миром и проклятыми пиндосами у которых тоже какого-то хрена появилась вакцина и на смысл заключается в том что я так прихожу к такому простому выводу что все кто не купит на российскую вакцину будут личными врагами владимира путина но ты понимаешь что меня поразило в этом деле то есть понятно есть геополитический аспект там соревнования стран с передовыми технологиями и всякими умными штуками и судя по всему здесь в части вакцинации лекарств россии все нормально но беда пришла оттуда откуда мы не предполагали россияне то не хотят вакцинироваться спутником в вчера был опрос левады центра и 58 процентов россиян сказали что нет 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 мы вакцинироваться не будем мы хотим чтобы прошли исследования мы боимся осложнений и вторичных каких-то штук которые от этой вакцины могут произойти короче в то время как они напаривают нам вакцину еще причем в комплекте с медведчуком а сами русские неблагодарные вот это наверное забавно но об этом конечно никто не говорит вот в таком ключе и судя по всему этот опрос в принципе запрещен для обсуждения на российском телевидении но бы слава богу люди свободные так как на площадке канала свободный можем этот момент обозначить да сейчас прямо с вакцины я и предлагаю обсуждать потому что мы называем вещи своими именами здесь слава богу вместе с тобой поэтому друзья перед тем как перейти прямо к теме вакцин к владимиру александровичу семья зеленских дала интервью еще поговорим обязательно о главном скандале связаны с заместителем главы офиса президента татаровым войне с председателем национального антикоррупционного бюро сытником и все 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 вот это вот прямо сейчас начнем обсуждать но перед этим друзья обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наши каналы мы вас призываем нам важна ваша поддержка мы называем вещи своими именами на канале ромы цамбалюка и мы не боимся быть свободными на канале свободные друзья нам важна ваша поддержка ну и конечно же телеграм-канал и друзья ромы цамбалюка свободный official 24 на 7 общайтесь с нами напрямую нам это очень приятно и интересно так предлагаю все-таки переходить к вакцинации да вот мы начали с тобой немножко уже говорить ты уже сказал о опросе левада центра но я хотел бы еще сказать о том что были проведены все-таки испытания в россии люди старше 60 лет могут вакцинироваться и владимир владимирович который может показать пример он же кстати говоря на пресс-конференции поправь меня если не так сказал о том что когда будут испытания нужные пройдены он обязательно будет вакцинироваться как ты думаешь если царь в прямом эфире возможно сможет вакцинироваться это убедит россиян или нет ну очевидно это какой-то и будет таким поводом для того чтобы количество желающих стало больше кстати в этом опросе забавно но желающих вакцинироваться среди сторонников путина больше то есть там они такой интересный опрос проводили а насчет будет ли царь с вакциной этот вопрос задают фактически каждый день дмитрию пескову его пресс-секретарю он сказал что да точно будет но путин еще не решил формат как это будет прямом эфире или нет но вот они убеждены что путин вакцину поставит у меня единственный вопрос какой мучает никто же никогда не говорил что путину поставит российскую вакцину может какую-то другую и вот этот момент я бы наверное уточнил но я боюсь просто что они подумают что я как бы их троллю но на самом-то деле в такой ситуации согласись что это вопрос на на поверхности вакцинироваться чем и когда ну я думаю что вот совсем немного пройдет времени они этот вопрос как-то таком в публичном процессе в пространстве закроет потому что но это же москва тут же боги пиара и они если сейчас сделали русскую вакцину таким элементом мягкой силы как главная российская скрепа что это не только нефть и газ не только ядерная бомба то понятно они используют этот этот сюжет до конца и мы увидим путина с голым торсом я не знаю может быть не на лошади я просто акцентироваться не обязательно на лошади или там с какими-то амфорами но это все будет очевидно сделано кстати говоря вот по поводу вакцины но ты видишь как в украине раздувается эта тема медведчуковские телеканалы телеканалы олигархов кстати говоря друзья не смотрите телеканал олигархов подписывайтесь на канал роман цамбалюка канал свободный здесь всяком случае мы называем вещи своими именами и не хотим вас обманывать да я обращаю внимание что в информационном поле нам продолжают навязывать да том что вот в россии вот они близко вот они готовы нам помогать вот они готовы вакцинировать украинцев да я хотел бы то есть с одной стороны есть целые там телеканалы которые принадлежат да вот эти вот товарищем и которые это пропагандируют это информационные войска это пропаганда но с другой стороны вот это же говорит и владимир александр зеленский его интервью new york times там где он говорит о том что очень сложно объяснить украинцам почему мы не берем российскую вакцину то есть проблема гораздо глубже или это вообще не проблема как ты считаешь мы должны брать российскую вакцину или нет слушай я считаю что в данном вопросе и раз вы товарищи находитесь на государственных должностях вы должны думать по государственному значит что касается вакцины есть российская вакцина вполне возможно что этот препарат я с медицинской точки зрения никогда не критикую потому что она это очень тонкая вещь и это должны делать специалисты но раз сторона такая как называется которая называется украина хочет получить вакцину свое она не делала потому что зеленский пару раз говорил что кому-то миллион даст тот кто ее разработает но миллион он сэкономил потому что здорово говорить о том что я дам миллион баксов тому кто ее разработает если ты не вкладываешь ничего в эти разработки ну то есть понятно это такая вот опять же из элементов попиариться так вот если ты президент украины ты понимаешь что на твои политические враги потому что он думает что у него порошенко его враг но на самом-то деле больше всего электорат отожмут у зеленского если мы уже говорим про политику это медведчук и компания если ты хочешь решить вопрос с вакциной и да российская вакцина с политической точки зрения она токсичная подчеркиваю говорю о политике то друзья мои зеленая команда а вы своими булками шевелите но раз вы хотите другую вакцину а это не является каким-то уникальным товаром этих вакцин уже не знаю штук десять практически которые прошли испытания и китай есть европа и сша задаюсь вопросом вы что-то сделали для того чтобы получить другой аналог вот я не знаю просто они медведчуки парят именно впаривают российскую вакцину вместе со своим политическим бэкграундом зеленский занимается геноцидом украинцев ну это как всегда или тарифный геноцид или еще сейчас с вакцинами это связано то есть вопрос к власти прост вы должны как бы все равно информировать общество что вы делаете для того чтобы эта вакцина была но если вопрос стоит так что вот русские совсем не дают но тогда опять же если бы я был бы пиарщиком администрации то я бы вполне скорее всего исходил из того чтобы мы бы мы бы пустили бы на рынок украины все вакцины которые имеют международные сертификаты они зависимо от страны происхождения и поставил бы вопрос таким образом чтобы ушел вообще от слова россии теперь что касается медведчука чего не визжат так как эти вот песков говорит что путин не обижается на зеленского потому что он отказывается от российской вакцины нет не обижается пропагандоны тут так орут как бы эти говорю называют его хамом называет его я не знаю ну просто даже граждане украины настроенные про порошенковский не позволяют себе такие гадости говорить в адресу президента а русские на льют просто такие помой отборные что просто ого-го так вот песков говорит что медведчук информирует путина состоянии дел понимаешь ну то есть я просто чему все это веду что друзья мои зрители кто нас увидит вакцина это важно важно хотя бы для тех кто хочет привиться потому что будет масса отказников это же известная история как бы у нас же там это ну масса народа считает что они богом поцелованные и считают что достижение науки техники но это для этих для слабых но я к такой категории людей не отношусь но те кто не имеет желание они должны иметь такую возможность ну вот из этого исходить российская вакцина но почему на россияне так жестко ее продвигают именно для украины ну это же очевидно они с одной стороны будут одной рукой будут убивать донбасс крым а другой вот вакцина вот мы на хохлам на подарок местным аборигенам подарили волшебное лекарство две ампулки красиво для чего но все очень просто тем самым потом следующий этап будет если этот препарат попадет на российский рынок но какая же у нас война вот они у нас покупают вакцину но слушайте мы же здравомыслящие люди если даже она и будет каким-то образом куплено этот препарат потому что он будет соответствовать медицинским показаниям но у нас нам много чего покупаем у россияна и они у нас покупают вот недавно доильные аппараты начали покупать я не знаю куда их поставлять будут может в кремль непосредственно там кого-то доить или еще что то но факт остается фактом что на этого оборот у нас он конечно сильно упал с 14 года но он есть и как бы вот я себя ставлю на место пиарщиков как бы вот зеленского я бы ставил бы вопрос в такой такой плоскость что эту историю нужно увести из такого пропагандистского размышления в медицинский формат и если это будет так то все будет нормально так что любом случае есть разные данные что западная вакцина будет еще очень долго недоступна на территории украины и поэтому получается нужно искусственно держать но или не принимать российскую в этом случае правда мы же не одни выбираем пускать не пускать дело в том что мы стоим чуть ли не последние в очереди до чтобы какого а какого хрена вопрос стоит так так если я сам с этого начал друзья мои если вы понимаете что это вопрос как бы политики и медицины одновременно то надо не татарова отмазывать от набу не татарова надо отмазывать который пришел в офис президента украины бороться с внешним управлением идиоты то есть его назначил зеленский а он против внешнего управления то что против зеленского нет он против америкосовка потому что это же опять же пророссийские помойки медведчуковские они как раз и транслируют этот тезис о внешнем управлении а внешнего управления нет так вот я еще раз говорю что по сути что в какой в какой мы находимся ситуации чтобы снять вот эту политический накал по этому поводу должен быть осуществлена хотя бы первая партия западной вакцины про одну партию можно договориться можно договориться для этого есть и мид и есть ермак который занимается у нас американскими отношениями европейскими какого хрена или вы только заняты вот этими внутренними делами чтобы там гладить по спинке моего личного генпрокурора венедиктову которая как сцепная собака выполняет все мероприятия по того чтобы как бы купировать угрозы офису президента так вот еще раз ситуация очень проста ты или заводишь все вакцины сразу какая будет первая такая будет ну или ты договариваешься западными партнерами есть еще и китай кстати я вот этот вопрос он мне просто не дает покоя но в связи с тем что у нас наша властная команда она такая как говорил однажды бывший руководитель офиса президента она любит не решать проблемы а откладывать ну что ж ждем следующего социологического исследования ну а пока мы находимся в этой ситуации надо беречь себя самим ограничить контакты носить маски я других вариантов не вижу предлагаю тогда раз ты уже заговорил за бенедиктова за офис президента из за всю эту ситуацию предлагаю перейти к следующей теме друзья на перед этим призываем вас подписаться и поставить лайк нашему видео называем вещи своими именами на канале ромы цимбалюка ну и не боимся быть свободными друзья на канале свободный тут очень интересная комплексная такая ситуация ну давай начнем с самого первого и как мне кажется самого главного веришь ли ты в то что генеральный прокурор украины ирина венедиктова может совершать вот такие вот какие-то дела совершать какие-то поступки которые сейчас происходят за которые мы все наблюдаем без согласия из офиса президента ты веришь в то что она самостоятельно все это делает или нет ну давай не согласия а указания на офиса президента с этим татаром они же том-то то прокуроров отстраняют то пытаются дело перевидать татарова вы зб у а мы помним кто такой у нас баканов дружба самых лучших друзей лучших друзей друзья понимаешь я вот сейчас на листаю интервью прям во время нашего разговора которое дал наш дорогой президент журналу фокус очень интересный текст такой концептуальный по итогам года и вот там есть такой классный вопрос по вашему мнению продолжается ли стране борьба с коррупцией задает журналист журнала фокус а зеленский владимир александрович и отвечает скажу так и есть чем бороться я не коррупционер я ничего не беру все это знают потому что все это знают потому что ничего мне не несут но слушайте друзья мои ну наверно бабки берут кто-то другой если у нас зеленский такой честный но этого мало надо чтобы и люди вокруг него были соответствующими бэкграундами но подожди они целую неделю всем офисом спасает этого татарова я вот хочу хочу задаться вопросом если человек попадает человеку получают подозрение это не значит что он коррупционер потому что должен быть судебный судебное решение но они даже этого боятся потому что очевидно что в этой истории у кого-то сильно морда в пушку или в грязи или еще или в деньгах вопроса такой но понимаешь когда президентом рассказывать что он самый честный но выглядит это мягко говоря не знаю на и на и обманом это выглядит вот ну слушай но я смотрю просто как комментирует офис президента и люди которые связаны с офисом президента как комментирует эту ситуацию но они все рассказывают о том что венедиктова вот она такая нехорошая подставляет владимира александровича но при этом все мы же не видим фидбэка официальных каких-то лиц там того же ермака того же зеленского чтобы кто-то вышел публично сказал что-то ирина венедиктова генеральный прокурор занимайся своими делами никто же не говорит о том что она сама все это продюсирую на и за что она настолько независимая ну под послушай первые лица государства эту ситуацию всячески избегают обсуждать и именно они стараются ее просто делать вид что ничего не происходит но новому кого они никого не обманывают себя на сообщество но увидишь еще три два сколько у рейтинга зеленского сейчас 26 процентов после этой истории будет 16 посмотришь но потому что главная надежда на на него была в чем что он в отличие от барыги шоколадный барыга вот все оказывается кстати зеленский говорит что все украинцы мечтают чтобы порошенко посадили ты мечтаешь я не сказал бы что мечтаю я хотел бы чтобы не только порошенко посадили если честно хотел бы чтобы была справедливость стране хоть какая-то кстати говоря хоть какая-то но вот после событий в харькове меня появилась надежда на хоть какую-то справедливость Если ты про Кернеса Но это не про судебную систему А я тебя поправлю Я не хочу, чтобы в нашей стране Вообще стоял вопрос Я хочу, чтобы посадили того, всего Хочу Зеленского посадить Хочу Порошенко Януковича Официальных и не очень официальных лиц много Я хочу, чтобы система Была выстроена таким образом Чтобы не было такого Я хочу, чтобы кого-то посадили Я не хочу, чтобы кого-то посадили Я хочу, чтобы люди, которые Занимают или занимали государственные должности И совершили преступление Были наказаны Вот чего хочу я И в данном случае, когда Зеленский постоянно к Пороху апеллирует Ну, не знаю По моему такому предположению Я уже в эфире его говорил Что, возможно, Порох Он же у нас опытный, старый политик Где-то, наверное, в Кривом Роге проезжал Кортежем И задавили котенка Зеленского И он простить не может И как бы вот сейчас Но факт остается фактом Если убрать всю эту лирику Сейчас Зеленский лично покрывает эту историю И эта история А. Человек, которого не покрывает С пророссийским душком Б. Этот человек занимает топ-позицию В ближайшем окружении Зеленского И что-то мне подсказывает Что другие его помощники Одноклассники Еще там кто-то Тоже будут уличены В этом деле И хочется сказать Нашему дорогому Олегу Татарову Какое же это, блин Внешнее управление Нашей страной Если тебя под люку Не могут даже тебе вручить подозрения Но что же это такое Или подозрения вручили Не могут тебя Рассмотреть твой вопрос В антикоррупционном суде Потому что Ах, прокуроры Опоздали на маршрутку Не приехали Ну Было бы внешнее управление Ты бы уже сидел бы на подвале Потому что внешнее управление Это вот вариант Востока Украины Смотри Какая еще интересная ситуация Вот в этой огромной Значит в этом огромном скандале Существует Это сегодня вручение Нового подозрения Национальной полиции Максиму Микитасю По чьим показаниям Собственно И стараются сейчас Ну вручили подозрения Господину Татарову И стараются ему Меру пресечения Избрать Дело в том, что Я же не думаю Что национальная полиция Тоже с бухты-барахты Решила вдруг В такую ситуацию Скандальной ситуации Значит вломиться Значит к Татарову Которого охраняет спецназ НАБУ Ты представляешь себе? Да? Вообще человека Который Значит Обвиняется В многомиллионных хищениях Дал показания Выпустили из СИЗО Его охраняет спецназ НАБУ Спецназ, да? И значит Вот во все в это Врывается национальная полиция Чтобы вручить подозрения Главному свидетелю НАБУ Я думаю Что это абсолютно политическая история Но Что здесь интересно И это мой вопрос к тебе Это очередное усиление Авакова Ну я так понимаю Что Арсен Борисович Тоже решил сыграть В эту большую политику Потому что Ну понятно Это не случайно Почему Он Ну может он решил Продемонстрировать В голове Украинского государства На котором все В конечном итоге Замыкается Что Без Арсена Борисовича Никакие вопросы Здесь не решаются Но когда я смотрю На эту ситуацию Опять же И мне руки Тянутся к телефону Я хочу позвонить В американское посольство Попросить Соединить с Белым домом И сказать Эй вы там Трамп, Байден Вы что там Совсем гугу? Где внешнее управление? Что это такое? Вы фактически Вы давали в Украине Многомиллиардные кредиты И по линии МВФ И государственные гарантии США И все вот эти вот Мировые финансовые структуры Одним из условий Практически единственным было Создание антикоррупционной структуры И это НАБУ Есть вот этот вот Продукт работы И получается Что вот они взяли Одну такую жирную рыбу Ну такая жирная просто Капает с нее Золото, бриллианты И должности для офицеров НАБУ Но происходит какое-то Новогоднее шоу Такое впечатление Что у кого-то В офисе президента Ну в смысле Такое впечатление Что этот Санта-Клаус Или православный Дед Мороз Он сидит в офисе президента И всем этим мальчишам Плохишам Дает второй шанс Типа что Тебя здесь прижали Да мы тебя отмажем Мы тебя в СБО отдадим А там наши люди Нет мы тебя в МВД отдадим И только доблестные офицеры НАБУ Эту рыбу пока держат Ну я Честно говоря Зная Особенности национальной политики Буду очень удивлен Если они это дело доведут до конца А если они это доведут до конца Будут другие прецеденты И полетят головы Из действующей властной команды Из предыдущих И а что Это и есть справедливость Ну и чтобы закрыть все-таки эту тему Я вот спрошу так Как ты думаешь Вот этот фарс Ну иначе эту ситуацию Объяснить как мне кажется Ну не представляется возможным Вот этот вот фарс Сколько мы можем еще наблюдать Пока нам остаточно Не станет понятно Что борьба с коррупцией В Украине Ну провалена А эта ситуация может измениться И то не факт Только после следующих выборов Команда Зеленского Она уже все Можно перекрашивать Но они же продемонстрировали Слушай полтора года Было понятно Куда пойдет страна Структурные реформы Государство При президенте Зеленским Зеленском Не проводит А вот эта антикоррупционная Вся схема Это ключевая структурная реформа Ну то есть понятно Ты не можешь создать Справедливое общество С большими доходами населения Если тырят На самом высоком уровне И Зеленский говорит Что он не берет Но подожди Вот есть готовое обвинение Твоему непосредственному Подчиненному А ты делаешь вид Что включаешь дурака Не надо включать дурака Надо выполнять свои функции Украл Выпил в тюрьму Все просто Ну Это не с этим Главой государства Не очень позитивно Но переходим К третьему блоку Как раз про Владимира Александровича Поговорим и про его семью И Елена Зеленская И Владимир Александрович Ждали интервью Ты уже упоминал сегодня Интервью Фокусу Как тебе Предновогоднее Значит интервью Семьи Зеленских Ну Знаешь Я с супруги интервью не читал Только заголовки Вот смотрел В новостях Там В частности Там эти размышления По поводу второго тура Второго срока Для президента Причем Это не Елена Инициировала Журналисты Спрашивали То есть Как бы Тут не к чему Цепляться То есть Нельзя прицепиться К ее вопросам Потому что Она в принципе Дала понять Что этот вопрос Не на повестке Тут Мне кажется Вот мы можем Поразмышлять Насчет Теоретически Второго срока О чем Зеленский Уже заявил Мне кажется Ему бы Этот срок Досидеть Но на самом-то деле Ты знаешь Если Вот будет Сохранено Сохранено Такой Олигархический Консенсус Как сейчас Что Зеленского Лично Не мочить Что он у нас Все Он у нас Зеленый царь Нет Зеленый детмен Хороший А А бояре Зеленые Соответственно Плохие И таким образом Вот его рейтинг Будет лично Сохраняться То вполне возможно Что будет Следующий Электоральный цикл Если его не будут Еще раз повторить Потому что Зеленского Можно раскатать Как бы очень просто Начинаешь говорить Зеленый барыга Через месяц Его будут ненавидеть Все Сейчас ненавидят Две трети страны Будет все То в принципе Если станет вопрос Условный Медведчук Но стопроцентно Пророссийский человек И Зеленский Проголосуют За Зеленского Но Думать об этом Слишком рано И эта технология Она же давно Обкаталась Она обкаталась С Петром Алексеевичем Порошенко Который хотел Чтобы Бойко Попал во второй тур И вот Вот он Патриот А вот Пророссийская скотина Голосует за меня И если бы это было так Проголосовали бы за порох Это очевидно В свое время Такую тему Пробивал Янукович Тоже мне хитрый Этот Политехнологический Ход Не знаю Меня пригласили Столько денег Там платят Говорят Вот Но Ты же помнишь Когда Перед вторым туром Они думали так Что во второй тур Вытянем Фашиста Тигнебока Фашиста В кавычках И Поставим на щит Вот это вот То что сейчас делает Лукашенко Кстати Нет фашизму Нет национализму Русский язык Ну и Я даже представить Боюсь Что было бы дальше Потому что Было бы Все вот эти Фекалии Пророссийские Которые Мы постоянно Слышим На тех же Щековских Каналах Так что В этом плане Интересно А Текст Зеленского Ну во-первых Видно что Это интервью Оно написано Написано Со слов Что это Настоящее интервью Они так вот Как пресс-служба Отвечают Потому что Там вот эти Нестыковки Такие логические Которые Произносят Именно Владимир Александрович Зеленский Я даже Вот найду Этот момент Там Когда он Размышлял О том Что же Там Делать С Путиным Звонить Ему Или не Звонить И Вот он Говорил Что вот И минские Соглашения Как бы Все это Не очень Хорошо Но Сейчас Сейчас Вот там Он говорит О том Что Вот Про минские Соглашения Вот Я даже Не нашел Я зацитирую Как я и сказал На одном из Брифингов Считаю Что мы Из минских Договоренностей Просто так Выйти Не можем Не можем Выйти Из минских Договоренностей Потому что Европейцы Могут снять Санкции С России С представителей Ордло Ну то есть Окупационных Администраций Но я Лично Вышел Говорит Зеленский Мне хочется Сказать Чувак Ну я в принципе Понимаю Что ты хочешь Сказать Но написано Что ты хочешь Снять Санкции С оккупантов Российских И их коллаборантов И вот Это как бы Мне Говорит о том Что да Это говорил Владимир Александрович Зеленский Который там Вот он там И хочет С Путиным Общаться Тетет Решать проблемы Но не звонит Ему По той причине Что нет Предмета Для разговора И Кремль ему Владимир Александрович Вы должны Продемонстрировать Готовность Улучшать Отношения С нами Вот я как раз Сегодня у Пескова Спрашивал Как это так Вот вы Вроде все хотят Поговорить Вы что ждете Кто будет первый А Россияне в этом плане Они просто Ну это Я не знаю Задорно в 2.0 Потому что Они говорят Что вот Украина не демонстрирует Заинтересованности Улучшать отношения С Россией И выполнять Минские соглашения А я вот Думаю Ну согласись Они что нам говорят У нас внутриукраинский конфликт Ну раз он внутриукраинский То какого хрена Вы В одну корзину Ложите отношения Между Украиной Россией И вопрос Донбасса Раз там вас нет На Донбассе То вы Не должны Как бы Ставить здесь Знак равенства Ну это понятно То есть На российском направлении Все Прогнозировано Закончилось Ничем Это не Не беда Зеленского Который Не может С русскими договориться С русскими Ни один украинский Президент Договориться Не сможет И Медведчук Не сможет Договориться Тот кто не верит Смотри на Додона Додон тут говорит Что Я уколю Насив себя Русскую вакцину Красная площадь Путин Наш президент Весь этот бред Вот он ушел С должности Президента Молдовы Что с Приднестровьем А ничего И в нашем случае Будет точно Такая же ситуация Просто Хотелось бы Чтобы нашим гражданам Не форматировали Регулярно мозги В части вопросов Войны и мира Что мол Есть какие-то Простые решения Что это Какие-то олигархи С кем-то там Поссорились Что это Можно разрулить Нет Это разрулить нельзя Потому что Это внешняя политика России Которая Рассматривает Войну на Донбассе Как Рычаг Давления На официальный Киев И срать Они хотели На этих Бедных Донбассян Прости Господи За это Слово Потому что Согласись Это же Крутяк Они говорят Что Вот Зеленский Скотина Не хочет Покупать Вакцину Но Они же Не поставляют Даже На оккупированной Территории Согласись Да Ну так То есть Там Где русский Флаг Там Они О русских И русскоязычных Не беспокоятся То есть Мало того Что Их там Ограбили Всех В прямом Смысле Этого слова Людей С этих Территорий Так Вот И вот Вакцина Вот Это Кристальное Отношение Российского Государства К захваченным Территориям Я Думаю Вот Как-то Так Я Это Все Вижу Вот Ну И Крайний Вопрос По поводу Все-таки Звонка И Разговора Владимира Путина И Владимира Зеленского Кто Из Владимиров Как ты Считаешь Должен Позвонить И Должен Ли Вообще Я Б Вопрос Не Ставил В таком Ключе Кто Должен Быть Первый То есть Если Ты Хочешь Решить Проблему То Можно Звонить Первым Почему Не Звонит Зеленский Это Все Очень Просто Потому Что Ну Да Может Быть Поздравят Друг Друг С Новым Годом А В Кремле Скажут Следующее Дорогой Наш Вова Пока Пока Ты Играл Членом На Рояле Мы Играли В Большую Геополитическую Игру И нам Срать На Вас Мы Не Собираемся С вами Мириться Вообще Если Ты Хочешь Получить Заложников Пленников Если Ты Хочешь Каких Там Стопроцентного Перемирия Ты Обещал Ты Не Триндел А Нет Ты Триндел Ты Обязан Легализировать В Политическом Пространстве Украины Окупационной Администрации И Будет Ситуация После Этого Построена Так Что Коллаборанты Будут Приезжать В Киев Открывать Зеленскому Дверь Ногой И Рассказывать Ему Что хочет Путин От него То есть Если На этот Вопрос Какая-то Украинская Администрация Или офис На это Пойдет То Они Просто Свой Статус Просто Обнулят До уровня Окупационных Администраций Вот что Будет А Ситуация В данном Случае Она Выхода Из нее Нет А выход Я бы Искал бы В направлении Обустройства Страны Где Украинский Флаг Борьба С коррупцией Привет Олег Татаров Венедиктова И Зеленский Ци руки Ничего Не кралы Велике Будевництво Прекрасный Проект Изменение Законодательства Интеграция На запад Создание Условий Чтобы Бизнес Приходит Какой-нибудь Вот эстонцы Жалуются Мне говорят Ну блин У вас же Невозможно Работать У вас Ты что-нибудь Сюда Деньги Вложишь Что-то Построишь Потом Придут Отожмут У тебя Ну кто же Придет В такую Страну Работать У вас Классно Нам нравится Близко Европа Центр Европы Но у вас же Нет правил игры Никаких Вот чем Надо заниматься А у нас Что Вот Мало того Что Ну слава богу Заработал Этот антикоррупционный Суд Но Опять же Мы Историю Эту Видим Как Эти Механизмы Работают Так что Я думаю По поводу Эстонцы Очевидно Нужно Сказать Я Если правильно Тебя понимаю Речь идет О нескольких Строительных Объектов Коммерческих Которые вместе С эстонцами Были сделаны Потом была История С Александром Грановским Когда эстонцев В Киеве Просто кинули Выкинули Из бизнеса Да И они Очень много лет Пытались добиться Справедливости Кстати говоря При Петре Алексеевича И так у них Ничего не удалось Эстонцы уехали К себе Потеряв здесь Ну десятки миллионов долларов Да Теперь Внимание Вопрос Кто придет После этого Кейса В Украину С деньгами Ну понятно Что он Параллель С Ющенко Ну давай Все равно Вернемся В новогодний Настрой Дело в том Что понимаешь Да Мы живем сейчас И нам хочется Чтоб все Вот эти вот Вопросы Были решены Еще вчера Потому что Вот мне 40 И скорее всего Через некоторое время Мне будет больше лет Я имею ввиду Вот у нас Вот момент Сейчас Вот сейчас Но глобально Мне кажется И хочется верить Что наша страна Все равно Найдет себя Под этим Солнцем И все у нас Будет хорошо И в том числе Вот наша жизнь Внутри Будет Отрегулирована Правильно Рано или поздно Действительно Придут люди Которые Заходят Эту страну Реформировать Для того Чтобы Жить в ней Самим И растить Своих Детей А для этого Чтобы было безопасно Ты знаешь Вот это Интересный момент Почему Все хотят Поехать на запад Очень многие хотят Потому что Там нет бедных людей То есть Общий уровень жизни Настолько высок Что В принципе Человек Который Чем бы он не занимался Даже не являясь Супер Каким-то специалистом У него есть Минимальный Доход Который Не толкает его На дорогу Преступлений И вот у нас Это самая главная Проблема Что очень большой Процент бедного Населения Которых действительно Многим Реально Нечего Есть Кормить детей И это Стимулирует Вот эти вот Нехорошие Явления С безопасностью Друзья Призываем Вас Не смотреть Телеканалы Олигархов Подписываться На наши каналы Мы называем Вещи Своими Именами На канале Рома Цамбалюка И мы не боимся Быть свободными На канале Свободный Друзья 24 на 7 У нас есть Наши телеграм Каналы Рома Цамбалюка И свободный Офишл Обязательно Подписывайтесь На наши каналы Друзья Для нас Очень важна Ваша поддержка Рома Тебе большое спасибо С наступающими Тебя праздниками До встречи В следующем году И будь Осторожен В Москве Ром Все будет Украина С Новым годом С Новым годом Редактор субтитров Корректор А.Кулакова С Новым годом